Расшитые крестом рубахи и рушники, завораживающие своей красотой вязаные блузы, ковры, салфетки, керамическая посуда с авторской росписью. Все эти изделия изготовлены руками старожилов Ангарска, его первостроителей и тех, кто перенял у мастеров это искусство. В экспозицию «Традиции для будущего» вошли 132 работы, выполненные в 12 техниках. Каждая вещь хранит не только историю отдельно взятой семьи, но и целого города. К примеру, Виолетта Швецова прекрасно помнит, как, готовясь к холодной зиме, ее мама каждый год вязала шерстяные носки и варежки. Женщина переняла любовь к рукоделию. Ну а когда я вышла на пенсию, я стала вязать игрушки. Уже куклы такие вязанные. Почему-то меня вот в тем так, как я любила вязать, мне уже потянуло вязанные игрушки делать. Но это вот у меня только здесь две куклы представлены на выставке. А вообще у меня дома очень много вязаных игрушек всевозможных. И куклы, и звери, и символы года. Поэтому сейчас к Пасхе, например, я очень много курочек всяких навязала. Еще одним событием в этот день стало открытие экспозиции «Малый город. Большая история», которую подготовила Центральная городская библиотека. И пусть Ангарск в масштабах страны далеко не гигант, он имеет свое прошлое, которое запечатлено в книгах и журналах, посвященных городу. А таких очень много, довольно-таки много. Наверное, полторы-сотни наберется. Ну, а сегодня мы представили самые новые книги, которые вышли уже в 21 веке. И здесь история Ангарска уже как бы с современной точки зрения. Хотелось бы, чтобы именно с этими книгами познакомились ангарчане поближе. Посетив выставки, открывшиеся в художественном центре, каждый найдет в них что-то свое. Одни с удовольствием окунутся в прошлое, а другие подчеркнут идеи для своих будущих работ. Экспозиции будут открыты в течение месяца. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.